доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия тару а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео спешу напомнить вам о том что у меня есть личные расклады я также делаю обряды на финансовое благополучие на любовные взаимоотношения также мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска одна из таких обрядовых свечей символом нового года сейчас появится на ваших экранах это дракон который впустит ваш дом достаток благополучия и финансы всего лишь стоит зажечь данную свечу деревянными спичками и принимать весь год свой дом благополучия и достаток у нас также есть два закрытых канала это канал на пусте где собраны все острые темы и там же есть наши подписчики наши постоянные подписчики которые я хочу отблагодарить специально для вас мы делаем контент лучше имена и ники этих подписчиков сейчас появится на ваших экранах и второй канал о юрии шатунове те видео которых которые невозможно разместить здесь на youtube канале мы разместили закрытый канал о юрии шатунове и те поклонники которые действительно хотят узнать правду о смерти юрия и что сейчас происходит в его окружении то пожалуйста вам welcome на закрытый канал ссылка будет где-то здесь ну а сегодняшнего дня у нас начинается новая рубрика это гороскоп для всех знаков зодиака мне решила ее начать именно в конце этого года для того чтобы вы понимали с января месяца что вам необходимо сделать что хорошего вас ждет чего нужно остерегаться и у нас сегодня с вами волшебная колода на такую волшебную тему это колода зачарованного леса и начнем конечно же с овнов и так чего остерегаться и что хорошего ждет овнов в январе 2024 года давайте узнаем январь 2024 года январь 2024 года что хорошего ждет овнов и чего остерегаться в январе 2024 года что хорошего ветер фэри фэри это те же самые феи да и что хорошего ждет овнов в январе это ветер перемен ветер перемен уже уже идет к вам уже спешит к вам перемены начнется прямо с января месяца возможно вы поменяете работу возможно вы выиграете лотерею возможно вы станете счастливым обладателем какого-то подарка который изменит всю вашу жизнь ветер фэри это ветер перемен который спешит вашу жизнь идет летит и мчится и вот уже буквально на всех парах через несколько дней постучится вашей двери вы ему откроете и обязательно у вас случится чудо возможно это беременность долгожданная да возможно переезд куда-то кто что планировал ветер перемен это значительные перемены в жизни овнов которые вот-вот постучаться вашу дверь это положительные перемены которые положительно повлияют на вас это чудо потому что фэри и феи это чудеса и всевышний сама вселенная благоволит вам с этого месяца с января месяца для перемен для ваших перемен отличный месяц и чего остерегаться пятерка видений остерегаться какого-то человека который возможно сможет вас обмануть как-то хитростью куда-то заманить возможно на какую-то встречу выпить чашечку кофе или выпить бокальчик красного или белого вина да потому что у нас сейчас праздники да мы все хотим как-то расслабиться погулять так вот будет ваша жизнь есть ваша жизнь такой человек с которым вы возможно давно увиделись или не хотите видеться знаете бывает такое что бывший который пригласил вас снова на свидание вспыхнули какие-то былые чувства я бы советовала вам не соглашаться потому что здесь у вас ветер фэри и ветер новой жизни ветер перемен так вот не соглашайтесь пожалуйста на то что уже осталось в прошлом возможно это не бывший возможно это старый друг или коллега или подруга который возможно с которой возможно вы потеряли контакт и не хотели бы возобновлять но вот почему-то потянет вас к этому человеку снова пожалуйста не поддавайте с чего остерегаться это каких-то сплетен а какого-то хитро выдуманного плана от этого человека возможно он чего-то хочет от вас ваших ресурсов ваших денег вашего эмоционального энергетического ресурса да попитаться этим ресурсом есть вашей жизни какой-то такой человек пожалуйста узнайте сейчас поймите в своей голове кто это и не поддавайтесь на искушение скажем так это был месяц январь для овнов и так следующий у нас телец что хорошего ждет тельцов и чего остерегаться тельцам в январе 2024 года что хорошего ждет тельцов в январе 2024 года и чего вам остерегаться что хорошего и чего остерегаться тельцам в январе что хорошего четверка видений вот вы знаете здесь говорится о том что апатии суть не будешь и скукой суть не будешь вам покажется что январь месяц какой-то такой скучный хочется каких-то развлечений так вот сделайте для себя эти развлечения сходите куда-нибудь развлекитесь что хорошего вас ждет если вы пойдете и вот как эта птичка на свет и не будете сидеть и скучать как этот персонаж на карте то вас ждет масса развлечений и возможно вы даже сможете познакомиться с каким-то нужным и важным человеком или группы людей сходить на какое-то развлечение какое-то мероприятие сходите на каток сходите в торговый центр погулять сюда это проще всего простого купите себе какую-то новую вещь сходите на квест мы с мужем очень любим квесты я не знаю кто как мы любим страшные квесты сходите просто на квест головоломку вам это будет интересно и вас это как-то взбудоражит достигнет каким-то новым открытием то есть для вас этот месяц это месяц развлечений не сидите дома не скучайте не сидите просто за новогодним столом будьте в центре внимания в центре событий тогда вы встретите интересных вам людей которые в дальнейшем помогут вам в этой жизни это четверка видений что хорошего ждет тельцов а чего остерегаться давайте узнаем ух даже две карты выпало посмотрите чего остерегаться тройка даров и солнечный луч не все то золото что блестит не делайте слишком необдуманных покупок вот здесь об этом речь да вы захотите выбраться какие-то места как я уже сказала развлечений да но не тратите слишком много денег на какие-то подарки возможно да тем людям скажем тогда вы прям захотите кого-то одарить в этом месяце да дарить кому-то какие-то дорогие подарки достаточно дорогие подарки возможно даже себе делать какие-то необдуманные покупки необдуманные решения подумайте остановитесь застопоритесь немножко простагнируйте чуть-чуть подумайте нужна вам эта вещь или не нужна и только потом идите в путь смело покупать или не покупайте да тут уже дело ваше конечно тройка даров и солнечный луч говорит о том что не все то золото что блестит возможно приобретя ту или иную вещь на себя в подарок или еще кому-либо в подарок, вы потом просто об этом пожалеете. Будете сидеть потом вот так вот, уковать, извините меня за выражение, да, и думать, ну зачем я потратил эти деньги. Вот об этом речь. То есть для цветцов самое главное развлечение, какие-то сюрпризы для самого себя, да, ну в пределах разумного, какие-то квесты, какие-то интересные головоломки, куда вы сходите. Сходите на, если вы в Москве живете, сходите на полет 2.0 в Заряде, очень классная вещь, мы с мужем сходили, нам очень понравилось. Полет над Москвой или полет над России там еще есть, да, если вы живете в других городах, то я думаю, что тоже у вас есть масса других интересных развлечений. Это что касается цветцов. Следующее у нас близнецы. Что ждет близнецов в январе 2024 года? Что ждет близнецов? Что хорошего ждет близнецов в январе? И чего остерегаться? Что хорошего ждет близнецов в январе 2024? И чего остерегаться? Итак, что хорошего? Хранитель заклятий. Если вы женщина, на вашем пути встретится очень яркий огненный мужчина. Огненного знака зодиалок. Это скорее будет лев, стрелец или овен, да, который прямо будет воспылать и выжелать вас, да, то есть он появится на вашем пути очень ярко, молниеносно и вы где-то с ним познакомитесь. То это мужчина, которого вы до этого не знали. Вот если вы женщина, то он появится в вашей жизни, протянет вам свою руку помощи, если вы в ней нуждаетесь и будет очень страстно, долго, интересно ухаживать. С ним точно не соскучишься. Если вы мужчина, то на вашем пути появится такой же огненный, такой же яркий, темпераментный партнер по бизнесу, ваш друг, соратник, будущий партнер, который поможет вам возможно с инвестициями в ваш бизнес, если вы в этом давно нуждались, да, или просто в помощи вам, как добрый друг, как инвестор, да, возможно денежка какой-то поможет. То есть, если вы женщину все-таки встретите, можете встретить свою страсть, свою любовь, страсть, которая перерастет в любовь, да, если вы мужчина, вы встретите человека, который захочет помочь, воплотиться вашим мечтам в жизнь, вашим амбициям, да, если вы человек, который запланировали бизнес, вам необходим инвестор для этого. Вот об этом речь. Чего остерегаться близнецам? Восьмерка заклятий. Вы знаете, очень много слухов, каких-то сплетен вокруг вас, за вашей спиной будет прямо шу-шу-шу, вот прям я слышу, шу-шу-шу-шу-шу, просто, да, не обращайте внимания, точно так же, как овном, я говорила, не обращайте внимания на завистников, не обращайте внимания на сплетни, на слухи, на домыслы, возможно, вам будет кто-то писать и говорить, а вот ты знаешь, что вот это тебе сказала, а вот ты знаешь, что вот этот о тебе сказал, не верьте, не слушайте никого, сохраните спокойствие, ваше подсознание, если оно находится в спокойствии, если вы ничего не боитесь и не страшитесь и никого не боитесь, то поверьте мне, Всегда в вашей жизни будет светлая полоса. Ни на что не нужно обращать внимания, особенно на слухи. Вот это были близнецы в январе 2024. Следующий у нас рак. Итак, что хорошего ожидает раков в январе 2024 года? И чего остерегаться? Что хорошего ожидает раков в январе 2024 года? И чего ракам остерегаться в январе? Итак, что хорошего ожидает рак в январе и чего остерегаться? Что хорошего? Сила. Карта вашей внутренней силы. Карта вашего внутреннего спокойствия. Вы будете настолько спокойным, настолько умиротворенным. Вы будете раздавать направо и налево какие-то мудрые советы. И поможете ближнему своему. Самое главное в этом месяце, в январе месяце, помочь ближнему своему. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Как у нас по Библии говорится. Здесь вы дадите какой-то нужный, мудрый совет, после чего вам скажут большое спасибо. И это придаст вам силы, дополнительные силы и энергии. Еще карта сила очень хороша для тех, кто в январе месяце идет на какое-то обучение. Обучитесь чему-то, чему вы давно хотели. Или какому-то ремеслу, которому вы давно хотели. Сходите на какие-либо курсы. Это придаст вам силы внутренней какой-то. И ваше подсознание начнет работать совершенно по-другому. У вас там что-то перещелкнет. И вы подумаете, знаете, как бывает, когда на ум приходит какая-то светлая мысль, и мы говорим, ага, ничего себе, эбрика. Вам придет на ум какая-то светлая мысль после посещения каких-либо курсов, какого-то учебного заведения. Либо вы сами будете мудрым учителем и наставником для кого-то, особенно для своих родных и близких. Особенно это касается пожилых родственников, которые уже прожили жизнь, набрались опыта. Но молодежь, она же тоже опытная, понимаете. Мы же тоже много чему учимся сейчас. Очень много курсов каких-то, очень много интернета. Мы много всего знаем. Поэтому поделитесь своими знаниями с ближним своим. Это обернется для вас нескончаемым успехом, поверьте мне. Это что хорошего ждет раков в январе месяце. А чего остерегаться? Ветер в фейре. Вот ветер в фейре у нас уже выходил, но только в хорошем аспекте, в положительном. Здесь у нас в несколько негативном аспекте вышел ветер в фейре. Остерегайтесь каких-то очень ярких перемен. Перемен прямо на 180 градусов. В январе месяце я бы не рекомендовала вам планировать какие-то крупные покупки. Допустим, покупки недвижимости или покупки автомобилей, если вы планировали. В январе немножко подождите. Не меняйте свою жизнь от А до Я, понимаете. Как-то подождите немножко, остановитесь. Это месяц умиротворения. Это месяц для себя. Это месяц для того, чтобы позволить себе быть собой. Обучиться чему-то, как-то сконцентрироваться на чем-то. Но не меняйте кардинально свою жизнь. Не уезжайте куда-то. Особенно не очень хорошо будут складываться какие-то приключения дорожного характера. Если вы куда-то поедете на машине, будьте аккуратны, пожалуйста. Потому что, возможно, какие-то мелкие ДТП. Я не говорю, что что-то конкретное плохое и большое будет. Но если вы решили куда-то поехать и точно уже запланировали, взяли билеты, то будьте, пожалуйста, аккуратнее в дороге. Если не планировали и хотели поехать, то лучше перенеси на следующий месяц. Вот такое предостережение от карты. Это у нас были раки. Следующие у нас львы. Итак, что хорошего ждет львов в январе 2024 года и чего остерегаться львам? Что хорошего ждет львов в январе 2024 года и чего остерегаться львам? Что хорошего ждет и чего остерегаться? Итак, что хорошего ждет львов? Пятерка видений. Тоже выпадала уже эта карта, только опять-таки в негативном аспекте, а здесь наоборот в позитивном аспекте. Пятерка видений говорит о том, что вы кого-то видите, кого-то замечаете, но не смотрите на него и не заглядываете на него глубоко, как-то прямо в душу. То есть есть рядом с вами какой-то человек, на которого вы смотрите и думаете, а, ничего особенного. Особенно это касается женщин. Вокруг вас ходит какой-то мужчина, который, возможно, пытается дарить вам какие-то подарки, делать комплименты, как-то намекать, флиртовать, но вы на него не обращаете внимания. Думаете, эх, какой гадкий. Или эх, какой неказистый. Ну не моя пара. Ну вот наоборот, приглядитесь. Что хорошего ждёт? Возможно, свидание с этим человеком или, возможно, какое-то столкновение с этим человеком и какая-то помощь от него в вашу сторону, после которой вы поймёте, что да, вот этот человек, вот с ним можно попробовать. Понимаете? Особенно, если вы женщина. Если вы мужчина, то же самое, только вот со стороны мужчины, как бы, да, скажу, есть женщина в вашем окружении, на которую, возможно, вы не обращаете внимания, возможно, она та самая ваша судьба и та самая ваша жизнь. Приглядитесь, эта карта говорит, приглядитесь к ближнему своему, к тому, кто ходит рядом, вокруг да около, но никак не решается подойти. Приглядитесь и, возможно, подойдите к нему сами. Сделайте комплимент, пригласите на чашечку кофе, в этом нет ничего такого. Люди сейчас в век смартфонов привыкли сидеть у себя в телефоне и не выходить куда-то на улицу, не общаться, как-то вот так, да, мы привыкли флиртовать в интернете и знакомиться на сайтах знакомств, но это неправильно, как было раньше. Подойдите, пригласите, дайте свою руку, да, и скажите то, что вот хотите, пригласить на чашечку кофе, это будет здорово. Вот что хорошего ждет, это знакомство поближе с тем человеком, который ходит вокруг вас, но не решается никак подойти. Чего остерегаться львам в январе месяца? Ух, черный шакал или черный шаг по-другому. Вот есть рядом с вами хороший человек, да, о котором мы сейчас говорили, который, на которого вы особо не смотрите, не обращаете внимания, а есть тот человек, который может предать и съесть вот просто с головой вас, да, и на которого вы, возможно, никогда не подумали. И вот этот черный шакал, это будь то женщина, будь то мужчина, неважно, да, занимается какими-то черными оккультными практиками, возможно, и, возможно, может вас настроить как-то против кого-то, да, или как-то приворожить вас, да. Остерегайтесь человека, который близко, ближе всего сейчас к вам подходит, скажем так, с любовной стороны, да, либо с любовной стороны, либо со стороны бизнеса. Вот ближе всего к вам и так лебезит немножко перед вами, да, вот таких людей нужно опасаться, особенно вот один какой-то человек есть около вас. Он занимается какими-то не очень хорошими практиками, его нужно опасаться Просто предостережение, чтобы этот человек не знал о вас все досконально и как-то не заглядывал к вам глубоко в душу. Иначе, если он будет знать все, это может окончиться не очень хорошо. И он может вас предать, возможно, в плане каких-то документов, возможно, в любовном каком-то плане. Вот есть рядом с вами хорошие люди, есть рядом с вами не очень хорошие люди. Один из них ходит и вертится, и крутится прямо вокруг вас. Имейте это в виду. Это был январь-льбов. Следующий знак с дякул у нас Дева. Что хорошего ожидает Деву в январе 2024 года? И чего остерегаться? Что хорошего? У нас уже вышло дерево, род, старейшина. Это все, что касается семьи, все, что касается близких родственников. Побудьте рядом с близкими родственниками. Очень много у вас будет, это что хорошего Дев ожидает, очень много рядом с вами будет мам, папа, братьев, сестер и так далее. И рядом все соберутся за новогодним столом. И самое главное, что хорошего, со всеми будут отличные взаимоотношения. Понимаете? И вот это вас порадует. Вот это вас как-то сплотит и придаст вам какую-то внутреннюю силу, мудрость. Вы как-то укрепитесь в взаимоотношениях с родственниками. Это очень важно. Очень важно чтить и ценить наш род. И вот в этом месяце вы это поймете, как нельзя лучше, как нельзя кстати. Возможно, вы будете куда-то вместе выбираться. И обязательно выбирайтесь в этом месяце, берите всех в охапку и идите вместе куда-то. На развлечения так вместе. В сферу услуг куда-то подстричься, сделать ногти, я не знаю. Идите прям вот все вместе, всей гурьбой, всей толпой, на горке, санки, лыжи, все что угодно. Идите вместе всей семьей. У вас будут замечательные взаимоотношения в январе месяце с вашими родными и близкими людьми. Возможно, те, кто был в ссоре, поверятся. Это только сплотит и укрепит вас. Особенно делитесь какими-то мудрыми, умными мыслями со своими родственниками. Особенно, если родственники уже в возрасте. Это тоже укрепит ваши взаимоотношения и ваши связи родственные, духовные. Особенно духовная связь очень важна для дев в январе 2024 года. А чего остерегаться девам? Чего остерегаться девам в январе 2024 года? Особенно, чего остерегаться девам в январе 2024 года. Отшельник. Вот интересно, да? Будьте все вместе, будьте все рядом, да? Будьте всей толпой, всей гурьбой. Это хорошо. А чего остерегаться отшельничества? Остерегаться одиночества. Не будьте одинокими. Закрывайтесь у себя где-то в комнате. Ой, я пошел книжку почитаю. Ой, я пошел телевизор посмотрю. Я пошел на камин и присижу. Я один. Не ходите за мной, я хочу все один. Вот это вас отдаляет от вашего рода. Что вас сближает? Это, естественно, вместе. Быть всем вместе, да? Тут даже дерево скрепило руку об руку. И чего остерегаться отшельничества? Ну, нужно быть вместе в этом месяце, и вы поймете, насколько это важно. Вот для вас, для тех, род, семья, ваши близкие, родные в этом месяце как нельзя лучше, как нельзя кстати, помогут вам в решении всех ваших жизненно важных вопросов. Если, возможно, вы поделитесь каким-то вопросом, который вас беспокоит, с какими-нибудь из своих близких, родственников и соратник, он вам поможет. Обязательно будьте все вместе. Остерегайтесь от зимночества. Это плохо скажется в дальнейшем на вас, девы. Вам нужно быть вместе с вашей семьей. Следующий из нас дядь у нас весы. Что хорошего ожидает весов в январе 2024 года? И чего остерегаться? Что хорошего? Что хорошего ожидает весов? Весы. Весы. Что хорошего вас ожидает? И чего остерегаться? Итак, весы. Что хорошего? Чего остерегаться? Что хорошего ожидает десятка заклятий? Десятка заклятий – это какие-то мероприятия, опять-таки, связанные с тем, что мы где-то вместе проходим через какие-то лабиринты, головоломки, что хорошего развлечения, встречи с друзьями, постоянные какие-то события связанные с объединением людей в одном месте, да, это те же самые квесты, у меня, кстати, муж и весы, мы часто помнят квесты, вот везде, где будет толпа людей, везде, где будет много народу, это опять-таки каток, лыжи, какие-то мероприятия зимнего характера, те же самые кинотеатры, театры, там, где люди ходят вместе, ходят толпой, вот там вам будет весело, там вам будет здорово, вы будете оттуда черпать положительную энергетику, и будете после этого выходить, вот как, знаете, вот как после хорошей зарядки, или после, как после фитнес-зала какого-то, да, вам будет здорово, там, где много людей, что хорошего ожидает, ожидает компания людей, незнакомых вам людей, но тем не менее от них вы будете заряжаться позитивной энергетикой, в январе месяце это прогулки, это поездки куда-то, Это встреча с друзьями, встреча со знакомыми, которые вас, возможно, будут куда-то приглашать. Десятка заклятий говорит об этом. Десятка еще вторых в любом оракуле. Второе – это всегда перемены какие-то. Возможно, для тех людей, кто открывает новый бизнес, вы будете принимать людей на работу. И это будет хорошо сказываться на вашем бизнесе. Почему? Потому что вы приняете только нужных людей к себе на работу. Возможно, это опять-таки подписание каких-то договоров. Это тоже входит в десятку заклятий, и после чего ваша жизнь уже не будет прежней, и после чего ваша жизнь заиграет какими-то новыми красками. Вот здесь об этом речь. То есть все, что касается массовых мероприятий и изменений, перемен каких-то в вашей жизни. Если вы будете кого-то брать на работу, как я уже сказала, поездите куда-то в какую-то поездку, и там познакомитесь с новыми людьми, это все будет придавать вам энергия. Чего остерегаться весам? Дитя испытаний. Остерегаться нужно быть ребенком. Понимаете? Не обижайтесь. Вот не обижайтесь, не будьте гордым, горделивым. Гордыню свою спрячьте и куда подальше. Дитя испытаний – это человек-ребенок, человек-эгоист, человек, у которого еще молоко на губах не обсохло, как говорят. Человек немножко инфантильный. Так вот не обижайтесь на ерунду. Остерегаться нужно обижаться на кого-то. Глубоко таить в себе эту обиду и не уметь извиняться перед своим ближним. Вот Дитя испытаний здесь говорит об этом. Подумайте, присядьте. Что вы сделали, что вы не сделали в этой жизни для этого человека, на которого вы обиделись. Подумайте, поговорите с этим человеком. Если вы на него обиделись или он таит на вас обиду, обязательно пожмите друг другу руки. Ну и, естественно, помиритесь. Остерегаться нужно обид. Обид, который мы таим в себе и с которыми не можем справиться. Обижаться нужно на себя в таком случае. Остерегаться нужно некой инфантильности в себе самом. Вот об этом речь. Итак, следующий знак садиака – скорпион. Что хорошего ожидает скорпионов в январе и чего остерегаться? Что хорошего ожидает скорпионов в январе 2024 и чего остерегаться? Что хорошего ожидает скорпионов и чего остерегаться? Что хорошего? Дитя заклятие. Дитя заклятие у нас в хорошем уже выходило. Здесь дитя заклятие, как я уже сказала, обозначает либо начало чего-то нового, начало чего-то нового в вашем бизнесе, в ваших каких-то планах на будущее. Это беременность, опять-таки, да, и это самое главное общение с детьми. Общайтесь больше с детьми. Учитесь у них быть живыми, быть непосредственными, да, то есть учитесь у них быть счастливыми. Вот Скорпионом самое важное и самое главное – это общение с вашими детьми. Если у вас нет детей, общение с детьми, родственников, да, которые придут к вам домой. Если нет детей и родственников, если вы будете справлять, допустим, Новый год один, да, то начните что-то новое. изучите что-то новое, пройдите какие-то новые курсы, возможно, даже по компьютеру, если вы не захотите выходить куда-то из дома. Дитя заклятие говорит о том, что нужно начать что-то новое в январе месяца. Как мы как-то с подругой говорили, уже 5 января, а ничего нового еще не произошло. Скорпионам нужно новое что-то начать, новое дело, какое-то новое событие, что-то новое написать, даже просто на бумажке какое-то желание записать. Начните что-то новое, побыть со своими детьми. Если у вас есть дети, обучитесь у них чему-то новому. Сходите, я не знаю, на стрельбу из лука, на стрельбу в тиры, все, что любят ваши дети. Пусть они вас научат чему-то новому, и вы подчеркнете кучу знаний, поверьте мне, от этих молодых людей. Вот здесь, что хорошего ждет скорпионов, и чего остерегаться. Шестерка видений. Вот все, что вы сейчас видите перед собой, это все неправда. Вот вы сейчас мечтаете, вот вы фантазируете, вот эти мечтания, они наслаиваются как снежный ком, как слои тортика, да. Но вы не видите очевидного, вы не видите сути. Вы фантазируете, но вы ничего для этого не делаете. Вот здесь очень важно, чего остерегаться, фантазировать и ничего для этого не делать. Не стойте на месте. Если вы что-то решили сделать, то идите и делайте. Если вы будете просто фантазировать, мечтать и читать какую-то сказку, воображать у себя в голове, то ничего не получится, поверьте мне. Дорогу осилит идущий. Поэтому если что-то вдруг наметили, то сразу идите и делайте. Вот особенно в январе месяце. Это вам будет хорошим подспорьем, это вам поможет организовать какое-то свое большое дело или какое-то начинание. Или, я не знаю, подойти к человеку, который вам нравится, и сказать ему об этом. Делайте все так, как запланировали у себя в голове и не медлите, иначе потом будет слишком поздно. Что хорошего? Общение с детьми, беременность, возможно, какой-то новый вид досуга или новый бизнес. Что плохого? Стоять на месте и ничего для этого не делать. Следующий знак зодиака – это стрелец. Итак, что хорошего? Ожидать стрелцов в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ожидает стрелцов в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ожидает стрелцов в январе и чего остерегаться? Итак, что хорошего? Лунный свет. Здесь интересно, что стрелец, кстати, я хочу сказать, здесь интересно, вышла те, кто практики, те, кто маги, те, кто колдуны, ведьмы, те, кто общается с картами Тару. У вас будет развитие вашей интуиции, ваших способностей. Как интересно, что выпало именно на меня. Лунный свет – это развитие способностей, интуиции и каких-то предрасположенностей к магии, возможно, да, возможно, вы даже не знали, что у вас есть предрасположенность к эзотерике, к магии. Пожалуйста, начните обучаться. Тару, просто обычные гадальные карты, да, возьмите в руки. Это интересно, я вам хочу сказать, да, и вы сами поймёте, то, что вы на это способны. Возможно, медитации какие-то, йога, цигун те же самые, да, которые вас переносят в совершенно другой, в совершенно другой мир, в совершенно другое пространство. Вот ваши знания, ваши навыки, где бы вы ни работали, кем бы вы ни были, а особенно если вы практик, особенно если вы таролог, эзотерик, то они будут усиливаться именно в этом месяце, именно в этом месяце, и особенно будут усиливаться при растущей луне и при полной луне. Растущая луна у нас 12 января. Чего остерегаться? Восьмёрка даров. Остерегаться вот как раз того, что вы думаете, что вы всё на свете знаете. Вот здесь интересно, что будет развиваться ваши способности, ваша интуиция, но остерегайтесь хвостовства и остерегайтесь того, что, а, я всё знаю, я это и так знаю, я учиться не буду, да, вот есть такие люди, которые я уже учёный, я всему научился. Восьмёрка даров – это дары, которые хотят вам дать Вселенная, хочет вам дать Вселенную, хочет вам дать ваш род, ваши предки, понимаете, возьмите эти дары. Если есть какие-то знаки, если они появляются на вашем пути, возьмите эти дары, обучитесь этому. Говорить, что я всё знаю, я всё могу, вот это самое неправильное в этом месяце. Везде, где видите знаки, везде идите, обучайтесь, практикуйте ваши знания, да, если вы уже занимаетесь некой эзотерикой, магией, но отмахиваться и говорить, что это мне не нужно, я это не возьму, я это не приму, это оскорбление для предков и для рода. Поверьте мне, мне тоже такое было, и чего остерегаться, это вот как раз-таки того, что вы отмахиваетесь и говорите, что я и так уже учёный, ну и конечно же, прекрасные события, это то, что развиваются ваши знания и ваша интуиция. Замечательный месяц у стрельцов, чему я тоже очень рада. Итак, следующий знак зодиака, это козерог. Следующий знак зодиака, козерог. Что хорошего ждёт козерогов и чего остерегаться? Что хорошего ждёт козерогов и чего остерегаться? Что хорошего, чего остерегаться? Что хорошего ждёт козерогов? Карта удерживаемая говорит о том, что побыть в одиночестве. Возможно, уедут ваши родственники многочисленные или дети куда-то уедут, да, вы так хотели давно побыть один. Одиночество, умиротворение, вот оно вам сейчас как ни странно, как нельзя лучше, нужно. Почитать хорошую книгу, выпить чашечку ароматного какао, возможно, да, посмотреть какие-то новогодние фильмы или просто пописать, возможно, вы пишете. Вот я прям вижу, как козероги сидят и пишут какую-то поэму, какое-то стихотворение или, возможно, какой-то новый бизнес-план и проект, да. Поспать подольше, вот что хорошего, вы сможете выспаться наконец, да, такое ощущение, как будто вот не выспались и давно вот эта вот усталость, тяжесть, она в организме накопилась и она даёт, конечно же, сбои во всём организме, сказавшиеся на вас усталость. Козерогам нужно, важно и можно побыть одному в этом месяце, в январе месяце спокойствия, умиротворения, да, побыть вдалеке от народа, от людей, возможно, вы будете отдыхать дома, возможно, у вас будет отпуск какой-то небольшой, непродолжительный. Вот об этом речь. Что хорошего? Уединение. Атмосфера уединения, где, возможно, в вашу голову придут какие-то новые мысли, новые планы, новые проекты, которые вы потом выплатите в жизни, естественно. Извиняюсь. Итак, чего остерегаться козерогам? Чего остерегаться? Девятка видений. Бросать деньги, куда попало, и тратить их на непонятные нужды, которые вам не нужны. Это бросать монетку в колодец, да, или тратить на него, как мы обычно в России говорим, на туалет вышли, извините. Здесь остерегаться трат, больших трат, каких-то крупных покупок, да, я уже говорила, кому-то из знаков зодиака, пересмотрите, пожалуйста, не помню кому, к сожалению, остерегаться каких-то больших трат. Так вот здесь также остерегаться больших трат, которые вот вы просто выкидываете в колодец, остерегаться каких-то таких мелких трат, знаете, как выкидываете в помойку. Деньги этого не любят. Расстрячивайте с умом, как раз вы будете один, подумайте, куда вам нужно потратить лишнюю денежку, скажем так, да, но деньги лишними не бывают. Поэтому остерегайтесь больших покупок, каких-то больших трат и побудьте в одиночестве, в умиротворении, поспите подольше, там, я не знаю, отдохните, просто полежите на диване, да, и почитайте хорошую книжку. Это были козероги, у нас остались водолеи и рыбы. Итак, что хорошего ждет водолеев в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ждет водолея в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ждет водолея в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ждет ух ты создательница, заклятие? Водолеи у нас тоже непростые штучки, скажем так, да, опять-таки вопрос к магам, к эзотерикам, к практикам, повышение ваших способностей, вы будете на уровне, на таком, вы будете выше всех светить. Во-первых, вы будете краше всех, вы будете сексуальны, красивы, недоступны максимально, на вас будут все обращать внимание, особенно если вы нарядитесь в какие-нибудь красивые новогодние наряды, платья себе, прикупите какие-то классные вещи, наденете это все на себя и просто вот отбою от мужчины или от женщины, если вы мужчина, не будет. Это, конечно же, ваша красота, ваша привлекательность, вы как нельзя красивее, и чакра с Ватхистана открыта сейчас у вас в январе месяце, вы сексуальны, вы блистательны, это первое. Ну и второе, конечно же, если вы практики, если вы практикуете какие-то магические, эзотерические знания, да, то вы будете на высоте, вам не будет равных. Вот что хорошего ждет, это повышение ваших способностей, вашей интуиции, и, конечно же, вы будете красивы, вы будете любимы, красивы, на вас все будут обращать внимание. Это, по-моему, первая единственная карта, которая вышла из всех знаков зодиака, то, что вы будете краше всех в этом месяце, и не будет отбоя у поклонников. И чего остерегаться вдалием? Это грустить, это грустить, это унывать, это будет депрессия, пожалуйста, не надо. Четверка видений говорит о том, что взлетите вот как эта маленькая, мокрая, яркая птичка, посмотрите, какая вы красивая, да, или какой вы красивый, ни за что не сидите в одиночестве. Куда-нибудь ездите, посещайте какие-то музеи, какие-то мероприятия, чтобы на вас все смотрели, чтобы все увидели вашу красоту. А сидеть дома одному, тухнуть, извините меня за выражение, да, и делать кислую мину, ну, тут, конечно, это вот точно не вариант. Никакой апатии, никакой депрессии, не сидите дома один, путешествуйте, ездите куда-то, показывайте эту красоту, должен видеть весь мир, весь свет. Поэтому будьте в окружении, в окружении тех людей, которые будут делать вам комплименты. А комплименты будут вас располагать к каким-то новым открытиям, к решениям каких-то важных вопросов. Вы будете заряжаться этой позитивной энергетикой и этими комплиментами, которые дарят вам окружающие. И последний знак зодиака у нас это рыбы. Что хорошего ждет рыб в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ждет рыб в январе 2024 года и чего остерегаться? Что хорошего ждет рыб? Четверка испытаний. Четверка испытаний, она у нас обычно в негативную сторону уходит. Испытания, дерево, которое имеет такие вкусные плоды, как у Адама и Евы. Дерево-искуситель, скажем так. Но здесь в хорошую, в положительную сторону вышла у нас четверка испытаний. И после долгой трудной работы, после целого года того, что вы там пахали как лошадь, извините, вы сработали какие-то денежки, вас, возможно, ждет какая-то награда, какая-то премия, возможно, опять-таки выиграете в лотерею. Четверка испытаний говорит о том, что после нелегких испытаний, после какого-то труда, после трудоемкой работы или после того, что вам пришлось испытать на этом жизненном пути, вы получите дивиденды, вы получите деньги, вы получите финансы. Это у нас дерево финансов, дерево плодов, дерево, которое несет плоды. Так вот, рыбы вам сулят денежки, да, денежки, это премиальные какие-то денежки, возможно, клиенты у вас пойдут большим потоком, да, в этом месяце, и у вас будут все эти плоды, которые вы успеете собрать, и которые вы смогли насобирать, на эти плоды вы смогли насобирать за целый год, точнее, да. То есть вы настолько усиленно работали, что эти плоды вам только в радость в конце года, в конце года, в начале года, то есть в январе, вы получите какие-то деньги. Итак, чего остерегаться рыбам? Создательница заклятия у нас сейчас только выпадала, только в положительном аспекте, на вдали. Чего остерегаться? Остерегаться зависти к другим людям, которые имеют какую-то яркую внешность, особенно женщины это касается, да, ревновать своих мужчин к каким-то ярким женщинам, которые проходят мимо, возможно, да, у вас могут быть ссоры из-за этого. То есть остерегаться зависти, остерегаться говорить вслух, особенно своему мужчине, посмотри, прошла какая, да, ничего особенного. То есть здесь могут быть даже какие-то скандалы, да, со своей второй половинкой, если вдруг вам почувствуется, что он на кого-то там посмотрел. Пройдите мимо, просто не обращайтесь на это внимания, да, то есть здесь женская зависть, особенно если вы женщина, да, если вы мужчина, не заглядывайтесь на чужих дам, на чужих жен, ну и вообще, если у вас есть жена, не заглядывайтесь на чужих, просто на женщин, да, то чтобы на чужих, просто на женщин, потому что ваша женщина может прививновать. Вот такой был гороскоп на январь 2024 года на все знаки зодиака. Пожалуйста, пишите в комментариях, кто вы являетесь по знаку зодиака, насколько совпадает этот гороскоп к вашим планам, да, по вашим планам, которые вы запланировали на январь 2024 года. Напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, есть обряды, мы также делаем своими руками обрядовые свечи. Пожалуйста, заходите на наши закрытые каналы, на канал Бусти и закрытый канал Юрия Шиканова. А я вас очень люблю, друзья мои, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok